В Туркмении нашли повод не принимать детей в школу. Таджикистанцы уезжают из страны. Власти Таджикистана обвинили в преследованиях по религиозным мотивам. Власти Туркменистана продолжают придумывать все новые и новые абсурдные даже для секуляристской системы законы. Причем каждым новым законом они создают все новые и новые трудности в различных сферах жизни населения страны. Так, после недавних запретов на владение автомобилем черного цвета и на вождение автомобиля женщинами, Министерство образования Туркменистана приняло решение о том, что с нового учебного года для устройства ребенка в среднюю школу потребуется справка о посещении детского сада. Как сообщает информационное агентство Хроника Туркменистана, в управлении образования одной из областей журналистам пояснили, что таким образом ведомство пытается решить проблему резкого сокращения количества детей в детских садах, связанного с десятикратным повышением размера оплаты. Кроме того, для обеспечения посещаемости детсадов работников бюджетных учреждений вынуждает отдавать детей в детсады под угрозой увольнения. Ранее для устройства ребенка в среднюю школу требовалось предоставить справку с места жительства, копию свидетельства о рождении, медсправку фотографии и справку с места работы родителей и учарка Маглумат, справку о родственниках в трех поколениях. Напомним, что ранее СМИ сообщали о катастрофической ситуации в Туркменистане, связанной с продовольственным дефицитом, который повлек за собой повышение цен на товары. Стало известно о том, что основные продтовары, как мука, мучные изделия и яйца, подорожали на 40-50%, а цены на овощи, фрукты, кондитерские изделия и на детскую одежду выросли вдвое. Решение своих бытовых проблем посредством программы переселения в Россию и по сей день остается актуальным и единственным способом для многих жителей Таджикистана. Так, 9 января у здания представительства МВД РФ по вопросам миграции в городе Душанбе собралось, по некоторым сведениям, около 2,5 тысяч желающих подать заявление на переселение в Россию. Ситуация вышла из-под контроля и мы были вынуждены вызвать сотрудников милиции, сообщила 9 января радио ОЗОДИ пресс-секретарь представительства МВД РФ по вопросам миграции в Таджикистане Галина Александрова. Сотрудники милиции разогнали огромную очередь, собравшуюся у здания представительства. На данный момент представительство МВД РФ по вопросам миграции в Таджикистане закрыто. Напомним, что данная программа по переселению существует с апреля 1997 года и число переселившихся в Россию за все это время составляет около 500 тысяч человек. Рекордное число в 1850 семей, получивших разрешение на переселение, приходится на 2016 год. Основными факторами, побуждающими таджикистанцев на переселение официально считаются Нестабильная экономика, низкие зарплаты и отсутствие перспективы карьерного роста на родине. Безусловно, эти факторы существуют, однако число желающих покинуть свою страну резко увеличилось за последние 3-4 года, что несомненно является результатом политики авторитарного режима, при которой человек независимо от рода своей деятельности перестал чувствовать себя в безопасности. Правительство Таджикистана в очередной раз опровергли обвинения в нарушениях прав верующих. Представитель Комитета по делам религии, упорядочении традиций и обрядов при правительстве Таджикистана Сулаймон Давладзода отверг прозвучавшие со стороны США обвинения в нарушении религиозных прав верующих в Таджикистане. Заявление Госдепартамента США основано на неподтвержденных сообщениях в СМИ, сказал он в беседе с радио Азади 5 января. Напомним, что на днях Соединенные Штаты по результатам исследований Комиссии США по свободе вероисповедания в странах мира USCIRF внесли Таджикистан, Туркмению и Узбекистан в число 10 стран, вызывающих особую беспокоенность в связи с нарушением свободы совести и подавлением религиозных свобод, что, в свою очередь, никак не мешает правительству США тесно сотрудничать и финансировать режимы вышеупомянутых стран в их борьбе против ислама и мусульман под прикрытием так называемой борьбы с экстремизмом и терроризмом. Ведь именно прикрываясь предлогом борьбы с терроризмом и экстремизмом, режимы центрально-азиатских стран ужесточают законы, ограничивающие права на исповедание ислама. Субтитры создавал DimaTorzok